Друзья, всем добрейший-добрейший денек. Как говорят профессиональные журналисты, я веду свой репортаж из Крыма, из села Оленивка. И за моей спиной наш новый базовый лагерь в Крыму. Ну и как вы уже обратили внимание, две фисташки у нас здесь стоят. Наша под номером 021 и фисташка под номером 005. Вот так вот мы замечательно пересеклись с отличными ребятами в Крыму. Их зовут Ваня, Вика и дочка у них Милана. И мы уже какой, наверное, шестой день с косы Беляуса до Оленивки путешествуем, отдыхаем вместе. Вот таким вот образом мы организовали внутреннее пространство, поставили фисташки друг напротив друга и с боков перекрыли въезд автомобилями. Получилось очень уютно, натянули маркизы, тентики от солнца. Вот у ребят даже гирлянда есть такая замечательная, которая прям такой ламповый уют по вечерам создает. Вот. И вот так вот мы скрываемся от солнышка и здесь отдыхаем. А под деревьями мы вставать не стали. Кстати, в конце предыдущего видео я говорил, что мы как раз таки едем на косу Беляус, на пляж Беляус. Но видео оттуда так и не выйдет. Почему? Потому что мы простояли буквально один вечер. Нас просто атаковали полчища каких-то травяных мушек. Они не кусаются, но невозможно не дышать, не включить свет, абсолютно ничего. И мы были вынуждены в срочном порядке ретироваться в Оленивку. Кстати, сейчас все ушли купаться в море, но я наоборот хочу воспользоваться моментом и отправиться в саму Оленивку. Посмотреть, как там живут люди, кто отдыхает без палаток и снимают комнаты. Ну и заодно покажу вам, что, собственно, эта Оленивка из себя представляет. Прямо за моей спиной, за машинами, находится, собственно, пляж, море. А мы сейчас с вами попадаем на высохшее соляное озеро. Ну, примерно что-то подобное есть в Америке. Знаете, вот когда пересыхают озера и там проверяют драгстеры на максимальную скорость, разгоняют их до 600 км в час. Вот здесь что-то примерно такое же. Постоянно, каждые 15 минут взлетают самолеты, которые катают туристов. Ну и любой уважающий себя владелец более-менее спортивного автомобиля просто считает, что он обязан разогнаться здесь до, ну, хотя бы там до 150 км в час. Так летают люди, что страшно. Ну и, собственно, ничего удивительного. Посмотрите, какая площадка ровная, как лист бумаги, как стол. Ни ямки, ни одной неровности, ничего нет. Ну, грех не воспользоваться и не полетать, не повзлетать отсюда или не прокатиться с ветерком. А вот там само озеро, которое пересыхает вдали. И, собственно, я так понимаю, что весной вода здесь стоит по всей площади. А слева от этого пересыхающего озера находится второе, которое, по всей видимости, с ним не сообщается, судя по вот этой вот зеленой растительности. И оно, наоборот, полноводно. Кстати, я невольно сейчас подслушал. Подходили туристы, спрашивали, сколько стоит полетать вот на этом параплане. Один полет – 2500. Длится он где-то минут 15, не более. Кстати, два озера – это еще не все достопримечательности Оленевки. Вот там вы сейчас видите грязевой вулкан, который местные любители традиционных народных способов оздоровления очень активно используют. И потом так интересно наблюдать, как вечером люди идут по поясу, измазавшись, кто по поясу, по колено, измазавшись этой грязью. И выглядит это так, как будто они идут или в резиновых сапогах, или в специальных рыболовецких сапогах, которые до пояса доходят. Очень интересно. А здесь у нас следы человеческой беспечности, а, может быть, и откровенной глупости. Автомобиль только что сегодня вытаскивали отсюда с помощью трактора. Ребята залетели прямо в соленое озеро. Не подумали, что под слоем соли может быть сероводородная грязь. Ну и, собственно, почти там по полдвери они погрузились в эту жижу. Только трактор смог их вытащить. Обратите внимание, что озеро имеет такой розоватый цвет. Несмотря на то, что сейчас уже конец августа, я думаю, что в июне, в июле оно еще более ярко выражено по цвету. И вот вам один из плюсов отдыха в Оленевке. Не надо ехать и искать знаменитое крымское озеро Сосык-Сиваш для того, чтобы сделать уникальные красивые фотографии в розовой воде. Я дошел до места пересечения, так скажем, трех зон отдыха. Вот сейчас вы видите сам поселок Оленевка и домики, в котором отдыхают туристы, которые предпочли снимать комнату. А вот за этим забором, красиво расписанным граффити, а местами и некрасиво, начинается зона платных кемпингов для палаток, автодомов. И дальше там идут уже деревянные домики. А вот отсюда начинается зона дикого пляжа, если его можно назвать диким, где люди уже отдыхают бесплатно со своими палатками, автодомами. И посмотрите, как далеко этот пляж уходит. Ну, как минимум километра 3-4. И везде палатки, и дома, дома, дома. Автодома. И прямо на берегу соленого озера отдыхающих встречает вот такое объявление, что установка палаток на песчаной косе запрещена решением собраний жителей села Оленевка. То есть, по большому счету, все те палатки, которые стоят на песчаной косе, они вне закона и в любой момент вас могут попросить удалиться. Так что имейте это в виду, когда будете планировать свой отпуск и направляться в Оленевку. Правда, я не совсем понимаю, насколько это законно. И имеют ли право запрещать доступ к воде. И, с другой стороны, как бы сам доступ к воде, они не запрещают жители. Потому что можно спокойно подойти, даже подъехать, оставить автомобиль, сходить искупаться. А вот проживать, проживать, к сожалению, нельзя. Но за те 4 дня, что мы здесь стоим, ни разу никто к нам не подходил. Ни с какими требованиями, ни с какими предложениями отсюда уехать по-хорошему. Так что на ваш, как скажем так, страх и риск. А на самом краю поселка нас встречают вот такие вот достаточно стандартные для юга магазинчики. С кулинарией, алкоголем, шаурмой, пловом и так далее. А в 20 метрах есть вполне себе приличного вида общественная столовая. Но вот что самое интересное, что бросается всем отдыхающим в сезоне 2020 в глаза, это дорога, которая вас встречает в самом селе. Фактически, это центральная магистраль, которая проходит через весь поселок. И вот посмотрите, в каком она состоянии. То есть, это называется вот так местная администрация приготовилась к сезону, к встрече отпускников. Ну, такое себе решение глотать пыль, отдыхая вот, например, в этой столовой. Причем, когда мы были в Оленевке в последний раз в 2018 году, дорога, конечно, здесь была асфальтная. Она оставляла желать лучшего. Ее качество, то есть, она была вся в выбоинах, в ухабах, в ямах. Но по ней можно было вполне проехать на стандартной пузотерке. И я думаю, ну, можно же было подождать до конца сезона и выполнить все вот эти вот работы в сентябре, в октябре. Но что самое интересное, и самих работ-то, как таковых, нету. То есть, я прогулялся до, можно сказать, до середины поселка, и техники нету. Либо стоят одинокие трактора, которые, в принципе, ничего не выполняют. Что касаемо продуктов, то, в принципе, с этим проблем здесь нет. Есть вот такой вот на окраине села небольшой мини-рыночек с фруктами и овощами. Там чуть дальше, вот за белой машиной, столовая еще одна, разливное пиво, алкоголь, ну и продукты. Вот такой вот образец рекламы а-ля 90-е можно встретить на местных столбах. Вот Мия Бойко приезжает 22 августа на мыс Тарханкут. Это вообще буквально в одном километре от Оленевки. Я не знаю, кто это, но она сюда приезжает. И вот по мере того, как я продвигаюсь все дальше, меня посещает мысль достать и одеть маску на лицо. И не только потому, что я боюсь коронавируса, а больше от той пыли, которая здесь стоит. Вы просто посмотрите. Не знаю, передают ли камеру, но мне кажется, ее можно даже пощупать рукой. Просто какой-то ужас. Ну и другой вопрос. Хорошо, я подготовился для съемок, одел кроссовки, несмотря на 32-градусную жару, а люди по этой же дороге, этими же улицами возвращаются с пляжа. И делают они, как правило, это в пляжных шлепках. Я не представляю, что потом будет с ногами, если вот отдыхать вот так, отдыхать в кавычках, вот так неделю. И вот мы сейчас на второстепенной улице, и здесь также нет асфальта, и даже нет следов о том, что ведется здесь ремонт или еще что-то. А вот здесь у нас гостевой дом пламя. Кстати, хочу, пользуясь случаем, выразить благодарность администрации этого гостевого дома. Нам вот здесь разрешили набрать воду для наших кемперов совершенно бесплатно. Правда, вода техническая, не питьевая, но именно то, что нам было нужно. И вот такие здесь домики. Давайте заглянем, посмотрим. Комнатки сдаются с террасой, со столиками. Там пластиковые окошки, пластиковые двери. У людей белье сушится. Детская площадочка небольшая, импровизированная. Стоянка для автомобилей. И вот не знаю, что там дальше. Есть на территории в столовой, нету. Но что-то вот есть. Еще какие-то хозяйственные постройки. А вот прямо напротив от этого гостевого дома располагаются вот такие домики. И судя по плавкам, там также отдыхают приезжие. И живут они уже совершенно в других условиях. Ну, видимо, конечно же, и с другим ценником. Но ходят они точно на море по одним и тем же улицам. Думаю, останавливаться конкретно на, более подробно, на ценах на проживание нету никакого смысла. Потому что, а, они меняются в зависимости от года, б, в зависимости от времени месяца. Но, в целом, я погуглил, немножко посмотрел через Booking.com. Цены начинаются на, например, на нашу семью. Двое деток и двое взрослых. За комнату от двух тысяч в сутки. И уходят куда-то вверх, там, до пяти тысяч. Но, не знаю. По мне, так лучше отдыхать здесь дикарем в кемпере непосредственно возле моря, чем 24 часа дышать вот этой вот невыносимой пылью. Вот, кстати, отличная возможность посмотреть, как отдыхающие добираются до пляжа. Вот по такой вот улочке идет семья с мальчиком, с сыном. Вот им надо обогнуть будет розовое озеро. Знаменитая центральная улица. И вот оттуда я пришел из гостевого дома пламя. Давайте мы тоже проделаем этот путь. Дойдем до моря и посмотрим на знаменитые Оленевские пляжи. Ведь, собственно, ни для кого не секрет, что Оленевку называют Крымскими Мальдивами. За ее пляжи, за кристально-белый песок, за чистейшую воду. Вперед! Я когда смотрю вот на вот эти стройные ряды измученных жарой отдыхающих, которые идут с моря, у меня почему-то вспоминаются евреи, которых Моисей гонял по пустыне 40 лет. Вот такие же несчастные, изможденные лица у них. И вот уже почти чуть-чуть мне осталось до места, до водички, до прохлады, до красот изумительных. Вот там уже вдалеке видны грибочки пляжные. Я почти дошел. Да, как на любом курорте, наличие вот таких вот необходимых туристам товаров говорит о том, что мы почти на пляже. И да, проблем с мусором здесь нету, потому что в большом количестве везде установлены мусорные баки, поэтому, посмотрите, ничего нигде не валяется, никакие мусорные горы, никакие фантики, бутылки и так далее, что можно встретить в других курортах Черного моря. Муниципальный пляж работает с 8 до 20. Здесь есть душ, туалет, аренда шезлонгов и обязательный спасательный пост. И малина лучшая на побережье. И лучшая на побережье малина, это точно. Ням-ням вкусно. А по чем же такой лоточек, подскажите? 200 рублей. 200 рублей. Чем-то, чем грибы на Урале. Точно. Спасибо. Вот если что, приедете, обращайтесь вот к таким отличным ребятам. Это домашняя, без нитратов, химикатов. Ням-ням вкусно. Молодцы. Спасибо. Прячемся, прячемся. Плакат на входе не обманул. Да, действительно, есть кабиночки, где можно ноги обмыть, где можно переодеться, принять душ. И даже поиграть в волейбол и футбол. Ну а вот такие вот пляжные кафешки не оставят отдыхающих умирать на Санцепёке голодными. А вот что я действительно на Черном море вижу первый раз, это вот такой вот благоустроенный съезд пандус прямо в море для инвалидов. Ну а вот что, собственно, творится в полдень. Время ровно 12 часов дня. Что творится на самом пляже по количеству отдыхающих. Людей прямо очень много. И это несмотря на то, что мы с вами видели, как прямо толпы людей уходят назад. Но это те, кто понимает, что много ультрафиолета, на самом деле это совершенно не полезно. Кстати, обратите внимание, что спасатели здесь, помимо своих прямых обязанностей, выполняют ещё и функции билетёров. И обелечивают отдыхающих, продают им услуги зонтиков, шезлонгов. А также у него ещё прямо есть кассовый аппарат. То есть всё по закону, вместе с чеком примут вашу оплату. Но с другой стороны, пока спасатель занимается несвойственными ему функциями, его рабочее место на спасательном посту пустует. И отдыхающие предоставлены сами себе. Но белоснежные пляжи Оленевки – это ещё не все достопримечательности, которыми славится это место Крыма. Поэтому я сейчас вас приглашаю отправиться на мыс Тарханкут. Благо до него отсюда всего буквально несколько километров. Тарханкут в переводе с тюркского – место, освобождённое от уплаты налогов, пошлин, наделённое привилегиями. Мимо скалистых берегов Тарханкута тысячелетиями пролегал путь древних мореплавателей. К слову, здесь до сих пор терпят крушение корабли. Затонувший танкер, ставший излюбленным местом для серферов в Оленевке, тому доказательство. Необходимость маяка осознавали ещё древние греки, населявшие эти территории до нашей эры. Практически по всему участку береговой линии Тарханкута были установлены сигнальные огни. Они в старину и выполняли роль маяка. После присоединения Крыма к Российской империи из-за большого количества морских катастроф решили здесь возвести большой и яркий маяк. Так, в 1816 году его поставили на выходе из Караджинской бухты. А в 1817 году маяк был принят на боевое дежурство. В нескольких километрах от маяка расположен один из современных символов Тарханкута – памятник мыслителю. Его ещё называют сердце Тарханкута. Памятник возвели в 2013 году. Возле него всегда довольно людно и много желающих сфотографироваться. С утра в летнее время возле памятника можно встретить медитирующих людей. Многие из них считают, что это место силы. Вымысел это или нет – решать не нам. Главное, наверное, верить. Одним из самых популярных мест на мысе Тарханкут является Чаша любви. В ней непременно стремятся искупаться все туристы и отдыхающие. Глубина чаши около 6,5 метров, а вода в ней на 5-7 градусов теплее, чем в море. К тому же, если на Черном море большие волны, то в чаше купаться будет не так опасно. Этим и пользуются туристы. Рядом с чашей всегда полно людей, поэтому лучше приезжать пораньше. Кстати, по преданию, влюбленным необходимо четыре раза, взявшись за руки, прыгнуть в воду. Если хватка не разорвется, то и семейное счастье будет неразрывным. Еще одним местом притяжения туристов является Большой Атлиш мыса Тарханкут. Отличается он высокими обрывами, которые достигают 64 метров. Здесь есть небольшие бухточки, каменные пляжи и даже гроты. Визитной карточкой Большого Атлиша можно назвать громадную арку, возникшую в результате воздействия морских волн и ветра. Эта часть Тарханкута особенно привлекательна для любителей дикого отдыха и дайвинга. Необычность пейзажа мыса Атлиш неоднократно привлекала внимание и киношных съемочных групп. Здесь снимали такие ленты, как пираты 20 века, тамань и даже человек-амфибия. Также на Большом Атлише расположен рыбацкий стан. Это небольшой уголок жизни в степи. На его территории расположена небольшая часовня, рыбацкая ферма, дайвинг-школа и дельфинарий. Вход на территорию платный, оплачивайте, не сомневайтесь. Сразу за часовней находится спуск к морю. Большая железная лестница спускается к самой тонкой воды на небольшой причал. На причале всегда дежурит несколько лодок, которые за умеренную плату сделают небольшую обзорную экскурсию до чаши любви и обратно. Если под причало уйти левее, то вы попадете на прекрасный пляж и довольно красивое место для ныряния с маской. Дайверы погружаются прямо с причала. Также на территорию работают кафе и аренда домиков. В кафе обязательно закажите рыбу или мидии, они тут всегда очень свежие. Дельфинарий в летнее время работает с 10 до 17 часов. Обычно в день два представления. Пока мы ездили на мастер Ханкут, в нашем базовом лагере уже наступил вечер, а так как нам завтра уже пора выдвигаться в обратный путь домой, то по старой доброй традиции нужно пойти и встретить закат на море. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok